Конструкторское бюро Александра Яковлева Сыграло одну из ведущих ролей В становлении советской реактивной авиации В конце 40-х годов коллектив Яковлева Работал над несколькими опытными и перспективными моделями Самолетов с бачкообразным фюзеляжем Основное внимание уделялось развитию конструкции Истребителя Як-15 Который к этому времени находился на вооружении строевых частей В то же время проводились испытания машин Получивших новую форму крыла Было сделано несколько образцов опытных самолетов Як-19, Як-30, Як-25, Як-50 Вот на Як-30 впервые в нашем АКБ Были использованы стреловидные крылья 35 градусов стрелка составляла Дело-то все в том, что прямое крыло Не давало развить максимальную скорость полета Которая превосходила скорость звука Но до скорости звука было еще далеко Наиболее удачным среди нескольких вариантов Был признан проект Як-23 Который разрабатывался без официального задания В инициативном порядке Эта машина пошла в серийное производство в 1949 году Она была сконструирована по реданной схеме Когда двигатель размещался в носовой части фюзеляжа А выхлопные газы выводились под кабиной пилота Впервые машина поднялась в небо 17 июня 1947 года Самолет был традиционно прост и доступен в пилотировании Летчикам средней квалификации Истребитель предназначался прежде всего Для ведения боев на малых и средних высотах Два учебных воздушных боя С опытным реактивным бомбардировщиком Ту-12 Доказали, что Як-23 может успешно бороться С ударными самолетами нового поколения Он улегок в управлении Отличные вооружения Позволяли ему быть на передовых позициях истребителей Истребителей, да Надо отметить, что Як-23 по сравнению с первыми машинами нашего АКБ Як-15, Як-17 Уже был достаточно отработан для того, чтобы его схема позволяла перейти на другую конфигурацию машин Истребителей, реактивных истребителей нашего АКБ Як-23, одноместный истребитель Двигатель РД-500 тягой 1590 килограммов Длина 8,1 метра Размах крыльев 8,7 метра Взлетная масса 3389 килограммов 23 километра в час Практический потолок 14800 метров Практическая дальность 1400 километров Вооружение две скорострельные авиационные пушки калибра 23 миллиметра В начале 48-го года Як-23 был принят на вооружение и запущен в серийное производство Вскоре его получили военно-воздушные силы стран Восточной Европы Там самолет не просто завоевал симпатии авиаторов, но и сыграл заметную роль в развитии местных ВВС Одним из крупнейших зарубежных владельцев Як-23 стала Польша Первые истребители этого типа поступили на берега Вислы в декабре 1950 года А в общей сложности до 1953 года поляки получили более 100 экземпляров Як-23 По сотне таких машин получили также Чехословакия, Болгария, по несколько десятков Румыния и Албания Один экземпляр Як-23, предназначенный для ВВС Албании, исчез в Югославии во время транспортировки в разобранном виде по железной дороге Через два месяца пропажа нашлась Исчезновение и новое появление вагона с истребителем организовали спецслужбы США Они отправили Як-23 за океан, где его собрали и испытали на авиабазе Райт-Паттерсон А затем вернули в Югославию К началу 50-х годов ведущие конструкторские коллективы были способны решать самые серьезные задачи Это хорошо понимало руководство страны 6 августа 1951 года в кабинете Сталина прошло совещание На котором обсуждались вопросы проектирования новых боевых машин В качестве силовых установок предложили использовать новые, небольшие по габаритам, но мощные двигатели АМ-5 конструктора «Микулина» Важнейшим направлением работ было признано создание дальнего всепогодного истребителя-перехватчика Предназначенного для защиты границ СССР Особенно в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока В конкурсе приняли участие три конструкторских бюро Артема Микояна, Семена Лавочкина и Александра Яковлева После многочисленных испытаний, сравнения летных и тактических характеристик Лучшим перехватчиком был признан Як-25 Государственная комиссия по достоинству оценила труд конструкторов, их новаторские идеи и грамотные решения В первую очередь это касалось компоновочной схемы Наши конструкторы уже начали разрабатывать вариант самолета с другой схемой То есть они убрали двигатель из фюзеляжа самолета и повесили движки на крылья Весь фюзеляж освободился для установки топливных баков И носовая часть самолета стала пригодна для установки штурмовской кабины Или мощного радиолокатора Радиолокационную станцию разместили в носовой части самолета под обтекателем Кресла пилотов стояли друг за другом под общей сдвижной крышкой фонаря Кабина, в отличие от первых реактивных машин, была герметизирована Крыло перехватчика имело стреловидность 45 градусов Продолжительность полета Як-25 значительно превышала аналогичные показатели всех реактивных истребителей того времени Пилотажно-навигационный и радиолокационный комплексы истребителя Позволяли осуществлять перехват воздушных целей в любых погодных условиях и на большом диапазоне высот По мнению военных, главному требованию несению боевого дежурства на значительном удалении от аэродромов базирования Новый истребитель-перехватчик соответствовал полностью Ну и надо сказать, что этот самолет очень полюбился военным летчикам Они попадали в кабину такого широкого размаха, свободно, все там было Як-25, двухместный двухдвигательный истребитель-перехватчик Двигатель 2РД-5А тягой по 2000 килограммов Длина 15,5 метров Размах крыльев 11 метров Взлетная масса 10 тысяч килограммов Максимальная скорость 1090 километров в час Практический потолок 12 тысяч метров Практическая дальность 2700 километров Вооружение 2 скорострельные авиационные пушки калибра 37 миллиметров Як-25 был хорошо управляем в полете На этой машине допускалось и выполнение фигур высшего пилотажа Самолет летал уже на сверхзвуковых скоростях Из-за отсутствия штатного радиолокатора «Сокол», который не успели запустить в серийное производство На первых перехватчиках было установлено электронное прицельное устройство «Изумруд» А мощный радиолокатор «Изумруд» позволял обнаруживать противника бомбардировщики с расстояния 25 километров На вооружение авиационных частей новые машины стали поступать в сентябре 54-го года К этому времени отечественная авиапромышленность стала выпускать более мощные двигатели, которые могли работать в форсажном режиме С ними самолет имел более высокие пилотажные характеристики Як-25 понравился экипажам Он приобрел репутацию простой и надежной машины, оказался приятным в пилотировании и обладал неплохими взлетно-посадочными характеристиками По меткому выражению летчика-испытателя Кипелкина, саморул и самосад А его большая кабина была очень комфортной Дублированное управление значительно облегчало работу летчиков в длительном полете Як-25, вспоминал бывший заместитель главнокомандующего войсками противовоздушной обороны СССР маршал авиации Евгений Савицкий Обладал для того времени всеми необходимыми качествами, чтобы стать основным типом всепогодного истребителя-перехватчика В довершении ко всему самолет оказался прост в управлении Настолько прост, что я долгое время летал на нем во все командировки Впервые истребители-перехватчики Як-25 были продемонстрированы в июле 1955 года на авиационном празднике в Тушино 1 мая следующего года Яки-25 прошли над Красной площадью и снова приняли участие в Тушинском параде Серийное производство продолжалось три года, с 1954 по 1957 Всего было построено и поступило в войска около 500 машин Як-25 стал первым отечественным всепогодным ночным сверхзвуковым дальним истребителем-перехватчиком На западе самолет получил обозначение «флэшлайт» — вспышка Он находился на вооружении до середины 60-х годов Благодаря Як-25 задача защиты северных и дальневосточных воздушных рубежей была решена Именно эти направления рассматривались командованием НАТО как основные для вторжения бомбардировочных армат 25-й стал родоначальником целой серии новых сверхзвуковых самолетов Рассказ об этом в следующем фильме «Оружие» Рассказ об этом в следующем фильме «Оружие»